Всем привет! Сегодня у нас особый выпуск. Так получилось, что в моей музыкальной школе не преподают барабаны. Я ими занимаюсь индивидуально с преподавателем. А в музыкалке я пою в хоре и играю на синтезаторе. Когда я читал о Тревисе Бартере, я наткнулся на такое. Какое-то время я брал уроки игры на фортепиано. Это единственный инструмент, на котором я учился играть, кроме барабанов. Приходилось заниматься каждый день. Я подумал, как мне может помочь игра на синтезаторе в барабанах. Как получить максимальную пользу? На что обращать внимание? Поковырялся в интернете и нашел много чего интересного. Хочу этим поделиться с вами. Итак, сегодня мы поговорим о пользе синтезатора для барабанщика. Польза 1. Улучшение координации. За синтезаторы надо играть обеими руками. Это хорошая тренировка координации между ними. Это отразится и на барабанной игре, так как развивается навык независимости рук. Польза 2. Развитие музыкальности. Барабанщик начинает лучше чувствовать мелодию и гармонию. В итоге барабанщик быстрее превращается из метронома в настоящего музыканта. Польза 3. Улучшение слуха. Игра на синтезаторе требует внимания к мелодии, также к гармонии и музыкальной структуре. В итоге барабанщик развивает музыкальный слух. Ему становится легче ориентироваться в композиции при игре на барабанах. Польза номер 4. Новый опыт и источник идей. У барабанщика появляется новый музыкальный опыт. Он получает новые идеи в ритмический и монетический арсенал. А это в свою очередь новая идея для барабанной игры. Можно экспериментировать с разными жанрами. Польза номер 5. Новый уровень взаимодействия с другими музыкантами. Барабанщик начинает лучше понимать работу других музыкантов. Выходит на новый уровень взаимодействия с ними. Иначе подходит к написанию совместных партий. Аранжировки становятся более сложными и интересными. Польза номер 6. Написание и обогащение песен. Барабанщик может создавать свои мелодии. Активно участвовать в написании музыки. Сентезатор – это новые звуки. Они помогут передать атмосферу произведения. Можно добавить фоновые звуки и мелодии. Они помогут подчеркнуть важные моменты. Песня становится более богатой и приобретает глубину. Так Трэвис в своей книжке написал. Теперь, когда я продюсирую записи, я каждый раз пинаю себя и жалею, что так мало занимался я фортепиано. Я могу записать последовательность аккордов на мой уровень игры и рядом не стоял с уровнем игры на ударных. Польза номер 7. Обогащение и звучание электронных барабанов. Это актуально для тех, кто играет на электронных барабанах. Некоторые модели можно интегрировать с синтезатором. А это возможность получить новые уникальные звуки. Ну вот и всё. Но особо хочу отметить. Чтобы стать отличным барабанщиком, нужны постоянные тренировки. Фокус должен быть только на барабанах. Синтезатор может быть только полезным дополнением. Занятия на нём не должны отменять тренировки на барабанах. И хочу закончить ещё одну цитату Трэвиса. Я очень стеснялся. Играть на барабанах было намного круче, чем на фортепиано. Это не настолько мужской инструмент. Когда я играл на ударных, я был круче всех. Поняли? На этом я и хочу закончить свой видос. Играйте на барабанах и кайфуйте от этого. А ещё не забудьте подписаться на мой канал. Всем спасибо. Пока.